От пилота-авиатора до космонавта. К 110-летию военно-воздушных сил России Центральный музей ВВС подготовил экспозицию формы одежды и снаряжения. Уникальное собрание личных предметов, принадлежавших непревзойдённым массам отечественной авиации. Осмотреть выступ, получить удовольствие. Выставка открылась, она будет расширяться, вооружать нас, подпитывать, вдохновлять, возвращать в прошлое. Коллекция лётных комбинезонов, шинелей, парадных костюмов собиралась по крупицам практически со дня основания музея, с 1958 года. Смотрим в витрину и погружаемся во времена императора Николая. Вот шлем Бориса Росинского, дедушки российской авиации, одного из первых русских авиаторов. Это один из основателей нашей русской авиации. Красный военлёт, его личные вещи. Даже сам шлем, это была целая история. Он делался из пробки, пробковое дерево, а обшивался кожей обезьян. Что не предмет, то история. Лётные комбинезоны и аксессуары известных лётчиков-испытателей Громова, Кокенаки, формы, трижды героев Советского Союза, лучших асов Второй мировой войны, маршалов авиации Покрышкина и Кожедуба, видных военачальников Шапошникова и главнокомандующая ВВС Вершинина. История авиации, её главные действующие лица, как будто застыли перед посетителями. Есть китель маршала Шапошникова. И они все уникальны, потому что эти вещи уникальны сами по себе, потому что они принадлежали великим людям, которые творили историю нашей российской авиации. Лётчик-испытатель Юрий Ресницкий – один из представителей современной авиации. 30 лет назад в кресле второго пилота Чкаловский лётчик установил мировой рекорд на транспортном самолёте «Руслан», облетев земной шар без дозаправки. Его лётная форма – теперь экспонат. Передал, но не думал, что вот это будет вот так представлено. И я вот сегодня в этот торжественный момент увижу свою форму. Конечно, мы там передвыли в другую форму, в кожаном, всё, как бы планировали. Но всё-таки уже в полёте выполнял в такой лёгкой, удобной форме, которая позволяла, не стесняла ни в чём, ни в каких движениях. Стереотип о том, что авиаторы – люди исключительно серьёзные, изменил преподаватель Монинской военно-воздушной академии полковник Николай Кудрявцев. Его цветные карикатуры, приправленные колкими надписями, раскрывают малоизвестную сторону профессии лётчика. Чувство юмора было присуще многим известным покорителям неба. Я столько лет прослужил и пролетал всё время на сверхзвуковых истребителях. Вот. Да и сейчас могу летать. Ну, мне уже под 90. Коллекцию формы одежды дополняют знаки различия. Музей собрал наиболее полную коллекцию погон нарукавных знаков и клапанов, датированных 30-м годом прошлого столетия. Уникальность состоит в том, что больше нигде они не сохраняются. В таком полном объёме, как сохранились у нас. В световой гамме у нас остался светофон. Голубой фон – это голубое небо, чистое небо, без войны. Новая экспозиция имеет все шансы стать постоянной. Центральный музей ВВС в Монино ждёт своих посетителей. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова